О, здорово. Офигеть, тебе так халат идет, кстати, вообще. Тебе тоже. А заходите к нам в халате. Да на 5 секунд. Ну, правда, серьезно. Не, вам понравится. Здесь, правда, душновато, но вы как раз соответствующий одет. Смотрите, как она пришла. Присаживайтесь. Один на один стул. Офигеть, какие вы прям. Давно не видел голых женщин просто. Что, откуда? Ну, рассказывайте. А вы живете здесь, да? Не, я имею в виду, вы вообще не приехали и поселились в отеле или что? Нет, у нас друзья приехали из Питера, и они прозвали нас в халате. А, и было классно, да? Вы как потусили? Ну, вы на бодрячке прям стоите. Если вчера куда ходили? В клуб. Какой? В Сибирь. В Сибирь. Только честно прям, да? То есть, это вот такие сибирские женщины из Сибири живут. Так, Шмид, давайте. А давайте реально, ребят, у нас эта штука будет еще сегодня вечером, но если внепланово произошло, значит у вас у нас такая двойная доза. Какие самые насущные вопросы есть по живым женщинам? Баня, задавайте. Можно? Давайте я задам штуку. А сколько вам лет, девчонки? Ну, нормальный вопрос, хорошо выглядите. И как зовут, кстати, вас? Парни, всем здорово. Всем привет. Прежде чем вы продолжите смотреть это видео, у нас есть для вас охренительное объявление. Послушайте. Мы приглашаем вас на тренинг практика. Я уверен, ты уже просмотрел кучу видео, и ты, как никто, понимаешь, что нужно заниматься именно практикой. Ты можешь смотреть их бесконечное количество раз, но результат придет только после того, как ты начнешь действовать. Поэтому мы тебя приглашаем, ссылка в описании, и Вова расскажет, почему эта практика, уже девятый наш поток, будет особенной. Да, ребята, он очень хорошо себя заэкремитовал этот тренинг. Мы вообще фактически оставили его как флагманский. Во-первых, отличный повод начать сейчас, потому что девушки оголяются, девушки становятся еще красивее, весна, и я думаю, что ни один человек не останется равнодушным. И есть все шансы просто просрать очередное лето, провести его не так, как хочется. Лето – это пора отпусков, это пора поцелуев на природе. Собственно, это то, зачем изданчикам здесь собрались. Да, и поэтому, ребята, это будет непростительно, если вы профокапите очередное лето. Это будут самые лучшие твои майские праздники. Да, для этого, собственно, мы сделали практику на майские праздники со 2 по 5 мая. Для того, чтобы каждый человек с любого региона России мог приехать, чтобы ему не мешала его работа. И это вам, ребята, не шашлыки жарить на даче, потому что в целых 4 дня, плюс это практика особенная, мы добавили туда целых полдня. Это будет с утра до вечера, 4 дня практики. Мы проведем с вами бок о бок. Я, Денис и Юра Сенцов. Мы втроем, еще команда саппортов, будем вместе с вами подходить к самым красивым девушкам в Москве. Но Москва – это лучшее место для такого тренинга. И у вас еще есть возможность на него попасть. Ссылка под этим видео в описании. Оставляйте заявку, с вами свяжутся, проведут собеседование. И мы вас ждем на практике. Это будет самые крутые майские праздники. Мы ждем только тебя. Все, пока, увидимся на практике. А лет сколько? Ну, лет по 25, наверное, да? Ну, ты молодой. А тебе? Нормально. А как вы так сконнектились? Тебе 19, а 3? Как познакомились? У нас такое тоже было. Мы разных женщин брали вот, ну, как бы, с клуба, там, вдруг эту, вдруг эту, там, вдруг эту. И потом, в конце концов, я думал, что они все друг друга знают утром. А они, прикинь, это незнакомые. 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 Да. Ну, давай, скажи, пусть, давай. Давайте. Эти люди, пусть эти люди задают. Девчонки, вы просите свой презерватив. Да. У меня есть версия по поводу того, кстати. Ты не перебывай о том, главное. Как вы сказали, это резких цветов. Такое делаешь, это какое? Если я нашу презерватив, это прямо вот резко погляд. Хорошо. Могу вспомнить ситуацию. Да, покажешь, что это будет. Ну, когда я вдруг взяла, зачем-то непонятно. Какие парни нравятся вообще, когда он знакомится? С вами на улице знакомятся вообще, короля клуба где-то? А, конечно, знакомятся, но... Что говорят парни? Ну, у вас пикаперов очень легко поездить. Почему не пикаперы? Да мы не пикаперы. Нет, в принципе, да. Такие реальные ситуации бывают. Что говорят? Что говорят, когда знакомятся? Не только же пикаперов с тобой знакомятся. А, что говорят? Ну, смотря, какая ситуация. А зачем вам знать, что говорят? Интереснее знать, что нам нравится услышать. Нет, понятно. Это одна история сейчас. Я так понимаю, что... Что обычно говорят? Что вам не нравится? Ну, привет. Типа там, как дела? Чем занимаешься? А с вами тоже, да, в основном? Да. А это надоедает вообще? Конечно. Вот если он скажет, привет, а что ты хочешь? Что тебе нравится? А давай сразу. То есть это сразу видно, что человек не просто потратит время твое и свою прессу. Я говорю, купи кофе. Вот послушай, нормально? Я говорю, купи кофе. Он говорит, привет. Я говорю, купи кофе. Он такой, а что я должен кофе покупать? То есть он подходит к тебе на улице и ты говоришь, купи кофе? Нет, ну у нас нормально. Ну в ТЦ, когда подходит, я сразу завожу, например, человека, он способен или нет. А с чего ты мужчину оцениваешь? Потому что ты способен тебе кофе купить или нет? Да, ну если он не способен 100 рублей, потратить. А с я способен, но я не люблю, когда женщина попрошайничает. А может, он только своей покупает? А что ты подошел тогда? Подходи к своей. Ну подходи к своей тогда. Это, знаете, такая очень интересная прослотка. Женщины, которые такие байбужанки. Мужчины, которые воспринимают, что они как из-за их ресурсов. Поэтому это тоже полезно от них что-то послушать. Я не скажу, что это байбужанка. Знаю я это течение, безусловно. Так как я в этой сфере очень много изучаю всего. И касаемо мужско-женских отношений. Но допустим, я не так давно стала осознавать такую вещь. Что я не хочу тратить свое время, свою энергию и свое внимание на человека, который даже минимально не готов к каким-то образом. Чего на этом такой акцент? Чего не записываем? Я считаю, что это очень нормально, когда мужик со своей женщиной живя, не знаю, какие подарки ее обеспечивают. То есть со своей женщиной, которая у него женщина. Как она поймет? Почему у тебя столько акцентов именно на вот этом? То есть не хватает этого очень? На чем акцент? На этой части финансовой. А что я сказала акцент? Это Прокофьев, кстати, она сказала, я не говорила. Если деньги есть, человек не тратит. Просто если очень мало, то, конечно, не тратит. Нет, а тебя воспитали с ценностями шага. Ты жениться, ты когда-то собираешь, там, дети, там, у тебя. Ну, конечно, ну, конечно, и что. Собираюсь. А если у него будет много денег, а потом в какой-то момент он разорится хуям, как бы, и у него их не будет. Не знаю, тебе год придется питаться гречкой, чем делать-то будет. Другого, Мадиша, Света? Ну, серьезно. Это же, по-моему, порядочный, что мы не делали. Нет, смотрите, ну, есть вопросы, задавайте. Потому что у нас этот блог запланирован на вечер. Так, девчонки, смотрите, секс на первом свидании с понравившимся мужчиной, возможно? Только за ним, если он будет кофе. Ну, кофе. Лично у меня это... Возможно, даже с шоколадкой. Может, если прям сильно понравился. Но вероятность такая существует. Существует, да. То есть, ну, как бы, крайне такая минимальная, но она есть. То есть, когда прям совсем голову снесло, и вообще не можешь... А что должно быть, чтобы снесло голову? Что он там должен делать? Ну, кроме того, чтобы покупать. Ничего не делать, просто вот это щелкает. Просто. Если девушка для вас несет какую-то особую ценность, ну, типа, вы ее не цените... По идее, да. Я только увидел. Что? При чем тут это? Я говорю, вот, вообще, если для вас девушка в отношении создает особую ценность... Своей девушке хоть ноги целовать будут. То есть я буду их... Саня, ну, сейчас все вопросы, которые... Бля, давайте же, ну, не выкрикивайте, как коршуны, они все-таки девушки и двое. Как бы, вы тут стадо, блядь, когда вам надо что-то говорить, так вы встаете, вы так вот. Давайте конкретно вопросы задавайте, не каркайтесь в залах. Давай, Женя. Какие факторы на это влияют? Ну, я имею в виду, там, внешность, интересное общение. Чтобы снесло в голову? Да, ты имеешь в виду. Я люблю мозги. Мозги я люблю очень сильно. Запеченные? Ну, нет, если он умный, я вижу, что он умный и что он способный. По каким кретерентам ты это понимаешь? Если он интеллигентный. Я вообще каждую мелочь замечаю, открывает ли он мне дверь в такси, открывает ли он мне дверь. То есть, еще раз, мы сейчас про подковучников или про мозги, то есть, как бы... В смысле, это этикет, понимаешь? А, хорошо. Надевает ли он мне пальто? Это, это этикет. Если, как бы, ну, для вас это не важно, то... Иди, нет, еще в чем мозги проявляются? Нет, мозги это в другом, это этикет, это интеллигентность. Мозги это, если, ну, интересно поговорить с ним, то есть, он не сводит там темы к спорту или не сводит к темы к... А о чем обычно мужики говорят, что скучно с ним не интересно? Скучно? Да. Ну, о спорте говорят, то есть, это скучно с ними. Еще о чем? Скучно, это когда человек говорит только о себе. Сразу, лайфхак. Говорите с девушкой о девушке. Узнавайте, что ей нравится. Узнай, я наоборот. Выпрашивайте у нее, ну, вопросы, вопросы, задавайте, узнавайте о ней что-то. Тогда девушке будет интересно. А когда вы будете постоянно трещать о себе, только о себе... А мне наоборот. То это, то это... У меня, как бы, лет... Там сколько? 30-20? 30, да. То есть, ну, у них немножко там разные взгляды могут быть, потому что там, у одной есть уже опыт, да. Одна еще есть, то, что там, открывать дверь там... Ну, то есть, каждая по-своему там права, и, ну, мы потом это все разберем. Смотрите, если вот мужчина нравится, да, он говорит, поехали ко мне, вот. Как вот это должен так вот преподнести, чтобы это было не... Чтобы это было не на любую поехать, да. Ну, мы должны быть в нем сначала уверены, что все. Это понятно. Словесно, вербально, как это должно выглядеть? Ты в нем уверен, у тебя 8-5 свидания. Поехали ко мне. Как бы он должен был сказать свою фразу, поехали ко мне, чтобы ты так... Ты точно согласилась? Или как он должен сказать, что ты точно скажешь, что он не поехал? Поехали ко мне, я точно не поехал. А как он должен сказать? Нет, он должен устроить... Если реально человек заинтересован, да, если вам, конечно, интересно мое мнение, если человек заинтересован во мне, он и заинтересован в какой-то встрече, да, и сексуальный, Он может, естественно, это не про первое свидание, он может устроить какой-то романтический, что-то романтическое, заказать, допустим, номер или что-то придумать, какие-то свечи. И это не будет «поехали ко мне». Как он должен сказать вербально? Никак он не должен сказать. Он сделает сюрприз мне, делает. Да, кстати, он просто приводит меня. Как вы оказываетесь у него в отеле, в номере, в свечах? Да, грубо говоря, после ресторана, когда человек, когда мы наелись, наболтались, получили эстетическое удовольствие от вида, от еды и все это прочее, даже можно… Ну, если это не первое свидание, я человека не знаю, а когда уже мы на какой-то стадии знакомства, он может завязать глаза просто и привести меня. Вы должны, типа, не уламывать девушку, а делать так, чтобы на самом деле не уламывать девушку. Да, например, ну да. Послушай, не уламывать девушку. То есть это «поехали ко мне» — это просто пиздец. Это просто сразу, ну, как бы желания нет ехать. Когда там реально у девушки, наверное, совсем все горит, тогда она как бы такая «да, поехали». А так нормально, когда все у девушки, да, там «поехали ко мне» фразы, это, конечно, с чего бы это вдруг, да. А правда, что вы чувствуете, когда мужчина подходит, и вот у меня очень часто бывает, что вот, ну, прям вообще очень постоянно, чтобы нормально знакомиться с девушками, но в конце концов почему-то вот девушки всегда отказываются, и при этом они никак не могут, но… Саня, а объектив сейчас, ну, ты прям формулируешь, ну, интуитивно объясняешь, почему стоит, и правда, что это вы как-то вот чувствуете, когда вот человек что-то думает, влагали у него транслирует, нет, в лесу это чувствуете? Если ты волнуешься, ну, конечно, это чувствуется, а если ты, ну, расслаблен, уверен в себе, то это тоже чувствуется. Подожди, то есть парень, который, ну, как бы тебе внешне понравился, все есть, но он волнуется, у него еще шансов нет? Да, я хотел об этом спросить, если парень волнуется… Он нормальный чувак, ну, блин, он всяко бывает, или ты только исключительных будешь брать, которые вот, ну, блядь, уже там… Смотри, что он скажет, если он волнуется, если он нормальные вещи скажет. Вы просто спрашиваете у девушки, ну, как бы, что ей нравится, любимые цветы, любимые конфеты, что она любит, это если вы не хотите секс на одну ночь, это… Ну, на самом деле, ты просто, понимаешь… Там у тебя был чувак, который не предлагал ни цветы, ни конфеты, просто такой брутальный чел, ну, он тебя так очаровал вот какой-то вот своей харизмой, что ты такой… Ну, это ненадолго отношения, но очаровал и… Только цветы? Нет, не только, все в комплексе. Очаровал, трак, но ценности никакой нет от этой девушки. Нет, ну, был… И это ненадолго. У меня были, безусловно… У меня были, безусловно… А ты? Ты узнаешь ее здесь. Ну, хорошо, а у мужчин… Вопрос наоборот… А я сначала ответил, вы на него ответите. То есть, некоторые женщины говорят… А что, кроме секса, женщины могут мне предложить, скажи… Не вы, твои подруги, наверное… Кроме секса, я могу мужчине дать заботу, вдохновение, точку обзора на него, как на творца… Я молодец, кстати, а ты, ну… Ну, вопрос в том, когда мужчина подходит к женщине с вопросом «поехали ко мне», что ты можешь, кроме секса? То есть, как будто бы только секс – это единственное желание. Я просто понимаю, что если вот реально ты просто задаешь в роде интереса, а люди, которые задают, типа, кто дать может кроме секса, это вообще просто… Если люди, ну, мужчины понимают, что девушка может, да. Ну, как это объяснить? Женщина дает чувства мужчине. Мужчина не может так чувствовать, ну, как правило, есть мужчины, которые там чувствительные, да, от природы, или там у них наработано какими-то практиками. Но, как правило, мужчина более толстокожий. А женщина – это та дверца, которая вот «смотри, какое сегодня солнце!» То есть, вот такое. И вот эта вот история… Ну, конечно, я понимаю тебя. Нет, реально ты правильно ничего не говоришь. То есть, вот смотри, какое солнце красиво. Он даже не думал про это солнце. У него там… Уже человек, у него изначально больше любви от природы, чем мужики. Да. Мужик, он для другого создан. Важно ли для вас, чтобы вас накормили, там, на первом свидании куда-то пригласили? Очень круто. Или может быть просто обычное кафе? Да, может обычное кафе быть с кофе, например. ИФС подойдет? Нет. Это для подростков. А если мы пойдем в шаурму с тобой поедим, почему нет? В шаурму есть кафе шаурму? Да. Я такого не знала. Я думаю, только на улице продается. Люди обычные такое едят. Но вот так она определяет, что мужчина в себе ищет вдохновение. Ты сказал, что если он зовет тебя сразу поехать, значит, мы еще цельсия. Мужина не ищет сразу вдохновение. Он не думает об этом сначала. Мужина думает о сексе. Но я понимаю, насколько он сильно заинтересован во мне. И сколько он... Конечно, вы думаете о сексе. А вы нет. А может... Насколько он заинтересован действительно во мне. А ты знаешь, что мы думаем. А потом уже все меняется. Вот это и... Вот это... В том, насколько он заинтересован. Вот то, что я сказала. Как ему интересно. Что мне нравится. Например, он узнает какие-то там, ну, условно, мои любимые цветы. И он мне их дарит на втором свидании. К примеру. Я уже понимаю, что человек не просто так вот, как бы, ну, встречается со мной, как бы, как с очередной. А он реально заинтересован во мне. Ну, к примеру, это не обязательно дорого, да, там, может быть. У меня может быть любимый цвет. Это представительница, вот, ну, такой вот, скажем, клубной части женщин, ну, как я. Вот, спасибо. Видите, какой голосный был. Ну, я уже, этот, скавал информацию. Такие бодрые вещи говорит. Надо просто правильно понимать. Она вообще не глупая. Я задам один вопрос. Спасибо. Ну, вот, кстати, когда вы говорите девушке, женщине, тетка, это уже... Ты же понимаешь, что я угораю. Это чисто так. Ну, например, уже дальше... Моей жене 21 год, я на втором свидании. Ну, вы же спрашиваете сейчас у нас... Ну, вы же сейчас у нас вопросы задаете, вам интересно, да? Вот я сразу по ходу пьесы говорю вам, что, например, назвать девушку тетка, это сразу минус... Вычеркиваете... Минус 10, да, сразу этому человеку, который это говорит. То есть с этим человеком уже, как бы, особо нет желания. Мы между собой как бы так общаемся. Я понимаю. Я вам просто, чтобы вы понимали, да. Даже в шутку тоже. Вот, девчонки, просто вы сейчас говорите, что для вас на первом свидании секс, вот такая кинестетика, когда вас трогают, это не очень хорошо, это больше отругивает, правильно? Ну, да. Как для вас, как и ватна такая преамбула? На каком свидании это для вас удобнее или комфортнее, когда это переходит в интимную сферу? Это не зависит от номера свидания. Свидание номер пять. Там девушка такая, знаешь, выходит на... Это зависит от того, насколько ты быстро сумел себе расположить. Все, отлично. Может, тогда получать на первом изображении. Да, я же сказала. Может быть. Ну, вообще от девушки зависит. Она только решает. Только девушка решает, будет у вас секс или нет. Только девушка решает. На мой взгляд, секс это, как бы, не тот максимум, который можно получить. Вопрос к преамбулу, как она уделяется. Вы как видите меня. Учись, никогда вообще от нее не отходишь, потому что она тебя хорошая. Она мудрая. Я просто молчу. Это значит, чего она на самом деле научит. Нет, но я не глупая. Так вот, преамбула, это была преамбула к этому вопросу. Вопрос такой, что важно ли для вас... Что, что, что? Что это такое преамбула? Что такое преамбула? Чем настрим. Окей, короче, вот секс для вас важен в отношении с мужчиной. То есть, я понимаю, я имею в виду, что нелогичнее ли быстрее, чтобы произошли эти интимные отношения с мужчиной, чтобы вы понимали, что от него ждать. Вот вы так думаете. Вот вы так часто думаете. Я смотрю, ничего не другого. Вы встречаешься с ним два месяца, короче, он тебя все устроил, залезли в постель, он пшик, все, короче, и уснул. И ты потратил на него два месяца, грубо говоря, там, уже влюбилась с него, понимаешь, что он патент. Нет, смотрите, девчонки, другой вопрос. Уже, там, не знаю, пятое, шестое свидание, у вас еще нет секса, это нормально? Да. Это от девушки зависит, как она стесняется, как она... Бывает, как у нее не было, понимаешь? От девушки зависит. То есть, вы реально готовы 10 свиданий провести с мужиком, чтобы у вас не было секса? У меня бывали случаи, когда я ухаживала... А если у меня секс с другим? Около года. И ничего не было. Я из тех лет хожу. У вас зачем это первое решение было, да? Ну, не знаю. А, Тоша, не смотря, ты, конечно, мужик ухаживал около года, но... Я очень сильно мозгами я понимала, что это очень хороший вариант для будущего. Там еще такое. То есть, мозг мой понимал, что да, в принципе, прекрасное будущее, очень хорошая семья. Он очень воспитанный. То есть, у него семья идеальная. Там маму спасли до смерти, вместе жили. Ну, то есть, как бы... Пока он их обоих не завалил, да? Нет. Ну, то есть, отпечаток, да, как же мы же копируем, да? То есть, у него идеально в этом смысле, то есть, картинка семейная. Можно замуж за тебя выходить. Да, да. Но он мне предложение сделал. Но я вот все ждала. То есть, он так ухаживал, так все идеально просто совершал. Но мое сердце не могло открыться. И я без этого... Ну, то есть, я не могла почувствовать. Да, ну, хорошо, что что, но здесь, что сможет, так и лично. Ну, ничего не смогла. Так, а он пытался, там, тебя трогал. А как сердце твоё открытие, если он все сделал, по твоему шаблону дарился? Нет, ничего ж... Ухаживал. Никак. А сердце не открыл? Просто он так же, как ты, не лапал ее ни хера, чувак. И сердце не открылось, понимаешь? Не нуждал там, не пытался за год ее ни разу трахнуть. А ждал, когда, наверное, она сама на него набросится. И сердце, сука, не открылось, понимаешь? Что наоборот? Вообще, что-то не открыл? Нет, нет. Он ухаживал, все прекрасно, там, да, как мужчина себя проявлял. А был в это время секс с другими мужчинами? Ну, честно. Так было? Ну, мы... Честно, честно. У тебя был по-любому такого? Нет, у меня было, да. У меня было, что мы переставали с ним, допустим, общаться какое-то время. То есть, он как будто бы, ну, как пропадал из моей жизни. И в этот момент как раз... Да, я встречала, начала... У меня начались отношения. То есть, потом он появился, мы вроде как уже как дружеские общаться начали. То есть, он понимал, что я, ну, как-то, видимо, не готова... Как думаешь, он в течение этого года, он хотел тебя? Ну, там, около года. Конечно, безусловно, он мне предложение сделал. Конечно, он хотел, чтобы я стала его женой. Нет, секс хотел с тобой, а не предложение. Ну, естественно, если предложение человек делает, какой-то, как вы думаете, хочет он секса? Не знаю. Безусловно. А это как-то связано? Он хочет секса постоянно со мной, если он делает предложение. То есть, предложение без секса было? Ладно, дайте последний вопрос. Один, два, пять, четыре, секса. Добрый человек. Предложение без секса. Давай, Леша, какой у тебя вопрос? Кто девушка может и обычно хочет получить от мужчины, кроме секса и денег? О, хороший вопрос, кстати, да. Что вы хотите получить от мужчины, что важно? Много секса и много денег. Это мужчину в первую очередь, все-таки. Он только подкалывает. Я просто думаю. А, она сейчас выдаст, сейчас вам, слушайте. 90 грамм. Я не знаю женские потребности, я знаю мужские потребности. Я знаю женские потребности. Секс, бит, забота, творчество. Это женские. Это мужские потребности. Женские — это забота, защита. Мужчина обеспечивает текст. да есть есть такая тема что внешний сектор она добыть все обустроить мужчина отвечает за внешнюю связь куда мы пойдем, что мы делаем, куда пойдем отдыхать как что женщина, там не только вот этот шторочек там еще есть эмоциональный как она с мужем как все в первую очередь эмоциональный криво в семье и у них такие роли если мужчина заболеет, только единственное вот тут у них наверное будет свое мнение я считаю так главное если мужчина свою роль временно не может выполнять не знаю, безданулся в пятом этаже основал позвоночник и сказали лежи полгода нет ни денег, ничего не будет я так считаю, что женщина должна в этот момент спокойно, молча взять и поменяться ролями встать и помимо своей роли начать испанять его и пошла угроз на работу временно свистнула зуба, да, закатала рукава все молча блять если женщина заболела или не может по какой-то причине, по какой-то причине или что-то еще и мужик должен так же взять помимо своей роли я считаю, должно быть вот так когда все наладилось, все вернулось на свои места мужская блять женская роль по-по-по-по-по